Отдыхать весной украинцы будут меньше, зато зимой больше. Отныне 25 декабря католическое Рождество, выходной день. Такое решение приняла Верховная Рада. А майские праздники депутаты сократили. Когда теперь будем отдыхать и как к таким нововведениям отнеслись украинцы, расскажет Мария Петрик. Больше двух миллионов христиан в Украине отмечают Рождество 25 декабря. Это и было главной мотивацией, чтобы праздник стал в стране выходным днем. Законопроект поддержали больше 200 депутатов. Миллионы людей святкуют Рождество 25 грудня, миллионы людей святкуют Рождество 7 сечня. Зато парламент решил сократить майские праздники. 2 мая отныне украинцы будут работать. Такие нововведения украинцы восприняли по-разному. Выходной день в Украине. Работать буду. Я отношусь положительно. Лишний выходной у людей появился. Может кто-то подумает, может захочет праздновать это Рождество. Будем как-то встречать. Как все, я не знаю. Будем приспосабливаться к этому празднику. Будет быть новые праздники. Нужно людям, чтобы немножко отдохнули. Жители Покровска уже строят планы на дополнительный выходной в декабре. Елена думает провести с коллегами новогодний корпоратив. Скорее всего это будет хорошенький такой небольшой столик организованный такой. С выпечкой с домашней, с кухней с домашней, с пиццей с домашней. Ну вот так. Не до отдыха только студентам. Будут готовиться к сессии. Это будут просто такие подготовительные дни, подготовиться к зачетам, допуски, сдавать кому какие долги и сдавать сессию. Новость, что в мае придется работать на один день. Больше украинцев расстроило. Я только вчера об этом узнала. Хочется побольше, чтобы было праздниковым на весну и летом. Когда есть возможность на природе отдохнуть, с солнышком, с цветочками. Ну, еще ближе к природе. Юрий поводов для праздника не ищет. Говорит, в солнечный день без всяких причин решил порадовать любимую женщину букетом хризантем. Купил данные цветы. Просто решил сделать праздник без повода. Приятно. Вот решил сделать приятно. На новогодней неделе официальными выходными останутся 1 и 7 января. Мария Петрик, телеканал Донбасс.